Дорогие друзья, с вами Елена, Прибалтийская дача. И сегодня я хочу с вами поговорить о, как я уже выделила, 7 правил большого урожая помидоров. Потому что мы в конце помидорного, можно сказать, сезона, огородного сезона, иногда домом, а помидор-то, урожай, намного мог быть больше. Так в чем причина? Во-первых, хочу вам сказать, надо сразу удалять пасынки. Вот видите, у меня тоже пасынки здесь не оторваны. Там здесь уже обработана эта сторона, а эта еще нет. Уже начали вот цвет, скоро уже будет зацветать. Поэтому надо не тянуть резину и, конечно, удалять пасынки. На каждом кусте можно оставить не более одного-двух самых сильных побегов. Если вы хотите тянуть в два стебля, то вот под цветочной кистью, когда у вас будет пасынок, вот его оставьте. Это будет сильный и очень хороший пасынок, на котором у вас вырастут отличный урожай. Что еще можно сказать? Во-первых, пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу. Естественно, когда у вас все тут загущено, интереса, конечно, такого не будет к урожаю, потому что все будет в таком полутемном состоянии. Потому что, сами знаете, пасынки дают просто невероятную такую ботву. Дальше. Второе. Нельзя обрывать листья над кистью. Ни в коем случае не обрывайте, когда у вас завязались томаты, и вы начинаете обрывать над кистью. Вот ни в коем случае. Вот все, что можно ниже, это можно оборвать. А только под кистью. И только тогда, когда плоды на ней уже начинают наливаться. А то некоторым вот у меня соседям придешь, не успеешь оглянуться, там уже ни листьев, ничего, одни ветки. Поэтому нет, они же должны питаться. И пока у вас не покраснеет первая кисть, тоже нижние ветки старайтесь не обрывать. Так как они получают питание и от верхних, и, конечно, и от нижних. Убирать листья нужно постепенно, не более двух штук в неделю. Запомните, не обрывайте сразу, потому что это наносит просто невероятный ущерб. И стресс помидору. Во-первых, избавит вас этот прием тоже от фитофторы. Потому что фитофтора тоже развивается там, где много очень листьев и батвы. Запомнили, две штуки в неделю, но не больше, друзья. Когда будут уже наливаться у вас плоды, своевременно снимайте их. Достиг же нужного размера. То есть, когда они начинают краснеть, и вы дадите шанс помидорам другим тоже наливаться быстрее. У всех сортов высокорослых томатов в середине, в конце июля, ну, даже в конце июля, в начале августа, прищепните верхушку. Это увеличит урожай и ускорит созревание томатов. Потому что мы иногда, сами знаете, вот начинаем снимать зеленые томаты. А так они у вас после прищепки в конце июля, в начале августа, ну, у кого какой регион, то вы можете получить полноценный урожай. Во-первых, вы будете собирать не мелкие плоды, а крупные и красные. Что еще можно сказать? Во-первых, обязательно привязывайте куст к опоре. Я не говорю сейчас про низкорослые, мы говорим о тепличных томатах, потому что все как бы начинается в начале. Вот май месяц, это просто закладка урожая, большого урожая на будущее. Если мы сейчас провороним все эти моменты, как я говорю, всем этих моментов главных, то мы, конечно, можем тоже потерять какую-то часть урожая. Вот этих вот, смотрите, это еще в грунт. Вот у нас все ночи холодные, вот в грунт томаты еще стоят. Вот. Что можно еще сказать? Конечно, подвязка это обязательно. И старайтесь еще подвязывать кисти, потому что мы все любим крупноплодные томаты. И, конечно, бывает, что кисти, конечно, обрываются. Тоже старайтесь, смотрите. Конечно, сейчас уже наука пошла вперед. Уже есть томаты, которые кисти не ломаются. Или можно купить, как я в прошлом году показывала, кисть-держатель. Неплохо тоже. Справился с своими, можно сказать, обязанностями. Конечно, не забывайте подкармливать. Подкармливать надо не только под корень, корневая подкормка, но и вне корневая подкормка. Она прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся. Помогает противостоять инфекциям, всяким болезням, вредителям. Я считаю, что один раз в сезон полезно опрыскать помидоры даже раствор бурной кислоты. Много, конечно, всяких к ней отношений, но хочу сказать, что она свою роль шикарно играет. А через 2 недели после этого раствором даже можно мочевины слабой. Тоже прекрасный вариант. Во время плодоношения помидоры особенно нуждается в калии. Не забывайте про калии, друзья. Использовать для подкормки можно даже бледно-розовый раствор марганцовки. Если у растений хороший внешний вид, подкармливайте редко. А если у растений, у помидор бледно-зеленые листья, оно вытянутое, нет урожая, поливайте марганцовкой. Это раз в 10 дней. Хочу сказать, что раз в месяц подкормите навозом. Его надо брать только в соотношении 1 к 7, а куриный 1 к 12. Любой состав расходуйте с расчета 1 ведро на 10-15 растений. И вот все вот эти правила большого урожая, помидоры, как я считаю, они принесут и внесут свою влепту в богатейший наш урожай. Потому что обидно будет, когда мы в начале пути, вот сейчас середина мая, вот, и уже, как я уже сказала, уже начинают, вот видите, тоже, говорю, вот уже через 2-3 дня уже цветут томаты, вот. И обидно будет, конечно, когда и семена дорогие, и семена качественные, и пыхтели мы с вами там несколько месяцев высаживаю эту рассаду, и борясь с ночными заморозками. А на выходе получим маленький урожай. Так что, пожалуйста, используйте эти 7 правил большого урожая помидоров. И вы всегда будете с большим урожаем. До новых встреч, друзья! Всегда рада видеть вас на своем канале.